Медь у нас здесь стабилизирует никель, увеличивает активность катализатора и препятствует формированию в ходе реакции карбита никеля в объеме. Вот это сам нас образует за карбит никеля, и катализатор очень быстро дезактивируется. Мы, как углерод и азот, входят в структуру, катализатор и так далее. Но ведь у вас нет ни углерода, ни азотов. У вас есть углерод и аммиак. То, что растворяется углерод в объеме частицы катализатора, четко подтверждается у нас рентгенофазовым. Нет, я не о том. Я о том, где, на какой стадии образуется углерод, и на какой стадии, и где образуется азот. Ну, действительно, это сложно на данный момент сказать. Мы просто сейчас перечислили стадии, которые возможны. Но когда это происходит одномоментно, одновременно или последовательно, конечно, сказать это трудно, это надо проводить еще и декларованные эксперименты. Мы катализатором в режиме инситу, да, который мы связываем со растворением углерода однозначно. Мы также однозначно видим, как реагирует у нас поверхность катализатора, что на ней происходит, да, и какие характеристики получаются. А не думали ли вы использовать вот в качестве волокна углеродного с добавками азота обычное волокно, которое получают из полиокривометрия? При синтезе такого волокна углеродного, там азот входит в структуру, и если не до конца гарбонизировать, он там остается. Совершенно верно. У нас вот такие работы мы проводили с Омском, с коллегой моим Юлей Гавриловичем Кряжевым, да, эти материалы, и изучали, как бы, различия и схожести этих материалов. Совершенно вы правы, как бы, можно использовать этот тип материалов. То есть вообще, в принципе, очень многие вещи, которые я здесь сказала, для углеродных нановолокон, они будут также повторяться и для других типов углеродных материалов. Совершенно вы правы. Здесь вопрос, что дешевле и проще синтезировать, да? Еще раз спасибо за... Продолжение следует... Продолжение следует...